В советское время эта игра была одним из главных приключений пионеров. И сегодня мальчишки и девчонки с большим желанием собираются в отряды, чтобы сыграть в Зорницу. Центр «Лесная сказка» проводит ее ежегодно на протяжении 20 лет в преддверии Дня Победы. И на этот раз у Дворца культуры имени Чкалова собрались школьные отряды гвардейцев, команды из 17 образовательных учреждений округа, школьники 8, 9 и 10 классов. У нас ведется большая плодотворная работа в рамках муниципального проекта «Сыное Отечество». И эта работа длится в течение всего учебного года. А вот «Игра за Орница» — это как бы подведение той большой плодотворной, многогранной работы, которая велась в течение года. Это как бы экзамен для наших гвардейцев. И спасибо нашим коллегам, нашим партнерам из войсковой части 42-829 и молодежного центра «Крылья». Мы с ними уже давно плодотворно сотрудничаем. Сама игра проходила во дворе центра «Лесная сказка». И здесь ребята ожидали различные задания. Разборка и сборка автомата, испытания на спортивную выносливость, сильные и ловкие. Также предстояло надеть общевойсковой защитный костюм, оказать доврачебную помощь раненому, пройти строевым шагом и многое другое. «Зорница» — это не только спортивное и военно-тактическое направление, но еще и творческое. И сегодня ребята исполняют современные патриотические песни. «Еще чуть-чуть и загорят войны, пожары». Гвардейцы смогли проявить свои личные способности и, конечно, командный дух, сплоченность. Кто-то уже завоевывал первое место в этих соревнованиях, а кто-то стремится стать чемпионом. Однако самое главное то, что ребята с большим желанием принимают участие в различных мероприятиях патриотической направленности. И это не только игра «Зорница». У нас в течение всего учебного года проходит большая акция, которая называется «Час истории. Страна победителей», в рамках которых мы изучаем все памятные даты текущего месяца, начиная от самых-самых древних времен. И берем современность. То есть все памятные даты. Дети изучают, присылают нам интересные отчеты, видеозаписи. Они ходят с этим материалом к младшим школьникам, рассказывают о этих памятных событиях, о выдающихся людях нашего всех поколений. Это очень поднимает дух всех школьников. Это развивает твою ответственность по большей степени и любовь к родине. А количество участников «Зорницы» с каждым годом только растет. Ребята с большим удовольствием приезжают и на ежегодные гвардейские сборы, чтобы подготовиться к самым сложным рубежам, а потом представить свое образовательное учреждение уже на спортивно-тактической игре на местности, побороться за первое место. И в этом году все участники справились с прохождением рубежей, а пока судьи подводили итоги соревнований, ребята отправились к полевой кухне. Пожалуй, самым волнительным и долгожданным моментом стало награждение. И в этом году победу одержали гвардейцы из школы номер 10.